друзья всем привет посмотрите какая у нас погода прекрасная ну а кто там лазит видите моя жар птица она такая радостная что погода классная вышла кофе попить она следом за мной на дерево и вот посмотрите как ей тут нравится стала со мной играть нами ты жар птица моя иди вниз спускайся спускайся вниз как она любит по деревьям лазить посмотрите на нее скалолазка иди сюда нами и сюда иди сюда шпагат сделала какой ай ты моя но сейчас упадешь друзья заметили что нам деревья все подстригли не знаю говорила я вам уже или нет у нас была фирма садоводы у всех соседи у нас яблони до посажены так как это не частные дома съемные и значить участке как облагораживают облагораживают организация до которой принадлежат дома но не совсем вот именно что касается деревьев и живой изгороди то что они сажали а внутри конечно уже облагораживают жители вот спускается да наши яблони так обросли уже за несколько лет уже но не несколько нормально уже сколько лет лет пять их не подрезали может 6 и вот пришло время теперь их обрезали уже будут новые плоды давать новые силы на новыми силами набираться куда она пошла а вон и джингу вышел на улице весна весной друзья вот такая у нас погода сегодня на самом деле выходные я занимаюсь уборкой планирую снять видео сегодня вязальное вот показать свои продвижения вот моя мадам вышла со мной кофе попить у меня там стирка стирается в общем домашние дела на выходных а там и джингу вышел на свежий воздух нам не потеплеет ближе к весне сейчас буду конечно убираться наводить порядке сейчас даже не трогаю вот в первый раз вышла на террасу выпить кофе за долгое время а у этой мадам смотрите радость какая посмотрите на нее ой радость полные штаны джингу там даже оживил ожил джингу она там прячется он прячется нами вот как он мяукает да вот такие дела друзья иди сюда нами нами иди сюда иди сюда вот наш джингу на солнышке загорает но это мадам мечется туда-сюда так ну все друзья пошла я дальше делать свои домашние дела допиваю кофе солнышко такое классно даже не хочется заходить но дела ждут еще раз всем привет дорогие рукодельницы я приветствую вас на своем канале и теперь хочу с вами поделиться немного продвижением своего процесса крючком в предыдущем влоговом видео я показывала вам начало этого процесса показывала пряжу из которой вижу и мои задумки да какой фасон модель должен получиться давайте покажу еще раз пряжу из какой пряжи я вижу это вот такое название так вот производитель да вот так она выглядит этикеточка заплатила я 1 евро за моточек в моточке 50 грамм 130 метров и состав у нас 70 процентов хлопок 30 пульеста рекомендуется крючок два по три спицы два по четыре в местном магазине достаточно бюджетная пряжа но несмотря на это она достаточно хорошего качества не попадались мне не узелки не какие-то ну брак в общем ниточка была ровной и тактильные ощущения от нее очень приятные думаю на летние изделия сам это так вот вижу я сейчас можно сказать летнее весеннее изделие полу ажурным узором он получается ажурным потому что у нас присутствует ну вот такие вот элементы да здесь идет галочка из столбиков с накидом и воздушная петля в которую ввязываются три столбика с накидом узор очень легкий и чередование идет такого знач в одну сторону мы вяжем сначала одним цветом оставляем ниточку потом начинаем с начала ряда вязать другим цветом по лицевой стороне до до вязали ряд оставляем ниточку затем поворачиваем вязание и начинаем вязать в обратную сторону снова значит у нас идет черный цвет до вязали ряд до конца оставили ниточку взяли бежевый цвет и вяжем как бы также в одно и то же направление узор очень легкий если у меня будет время снять мастер-класс я обязательно покажу вам как он вяжется но у меня произошла такая нелепая немножко проблемка я почему-то к сожалению не рассчитала пряжу почему-то я думала что в моих запасах черного цвета достаточно также много моточков как их цвета беж связала я спинку изделия получается достаточно широким потому что я хочу модель с большой свободой облегания оверсайз и конечно тем самым израсходуется пряжа до крючок берет больше пряжи чем спицы и она у меня ну просто один моточек за другим ушли теперь я смотрю что черного цвета мне не хватает на вторую половинку а там еще у меня будет обвязка рукава и так далее что делать решила переиграть немножко идею узора и что решила что буду делать полоски немного пошире то есть бежевым цветом будут идти два ряда а черный цвет один тем самым я буду экономить черный цвет и мне кажется что на вторую половинку должно хватить не кажется это точно потому что я уже начала вязать переднюю половинку другим узором и сейчас я вам покажу что получается а что получается мне очень нравится итак друзья теперь смотрите что получается во втором варианте узора вот так вот выглядит узор именно тем вторым вариантом о котором я вам сейчас говорила на две полоски беж одна полоска черным цветом и вот так фактурно и изящно красиво по летнему немного стиль можно сказать богу не знаю в общем получается ложится узор давайте я уберу в сторонку чтобы не любила и вот так вот выглядит передняя половинка мне очень нравится можно сказать не больше но он этот узор по-своему мне нравится он ложится но просто классно мне так понравилось именно вот такая вот ширина полосок и теперь у меня конечно возник вопрос ставить спинку такой такими полосками сшить и перед пусть будет ну широкими то есть смиксовать но честно говоря я долго думала и гадала и мне этот вариант в итоге не понравился я решила не делать перебор и остановиться только на одном узоре да или широкие полоски или узкие но так как мне не хватает пряжи конечно же я буду вязать от вторым вариантом делать широкие полоски тем самым я сэкономлю черный цвет пряжи но а если мне не хватит на рукава то у меня в запасах есть еще черный цвет от drops drops бели униколор этим цветом я этой пряжи я вязала также кардиганчик да я вам показывала то топ и кардиган как двойник сейчас высветится фотографии в общем у меня осталось два моточка ну можно сказать полтора и если что в крайнем случае на рукава я возьму в подмот буду миксовать уже с этой пряжи тут метраж немножко но разные да здесь от drops это пряжа потолще давайте скажу вам цвет это цвет 08 и какие у нас тут рекомендации в общем 50 грамм здесь 120 метров 53 процента хлопок 33 вискоза и 14 лен это пряжа немножко такая фактурная да она классная из них из этой пряжи изделия получаются классные такие на летом вот у меня уже связанное изделие носится с удовольствием и я просто в восторге от этой пряжи она у меня есть в запасах и я думаю я использую ее на рукава в крайнем случае если мне не хватит именно вот этого черного цвета это конечно отличается немного от drops она выглядит как бы как будто уходящий в сине такой черно-сине а вот вот этот черный он прям черный черный как смола но ничего страшного я думаю когда будут связаны полоски это так в глаза бросаться не будет и не будет так критично вот такие вот у меня будут сейчас перевязать друзья распуск снова распуск вот эту деталь я буду распускать сейчас полностью и перевязывать но а здесь у меня уже на финише почти связана передняя половинка хочется уже скорее закончить это изделие потому что в планах есть очень много других задумок и есть другие планы о которых вы скоро узнаете конечно у меня была идея оставить до спинку такой а перед ну уже вязать полосками пошире чтобы сэкономить пряжу но как вы видите мне все равно не хватило черной пряжи буквально на несколько рядов и я долго думала присматривалась присоединяла смотрела как это будет вместе выглядеть и в итоге мне не нравится это будет уже перебор слишком разная здесь игра полосок не знаю возможно кому-то и понравится напишите девочки как вы вы видите вы бы оставили спинку таким узором а перед другим еще планирую в этой модели я вам уже говорила да возможно или же воротник лодочка с обвязкой стойка горловинка или же будет воротничок это я буду уже смотреть в процессе завершения когда буду присоединять плечи пробовать в общем но скорее всего буду вязать лодочку воротник лодочку и так что еще хотела сказать далее планирую оставить разрезы до чтобы были разрезе ким и спинка будет длиннее чем перед на несколько сантиметров ну не знаю настолько или вот побольше поменьше в общем есть такая идея вот так сформировать эту модель будет разрез затем разная длина перед короче не спинка длинше и воротник с воротником с горловиной я буду еще думать смотреть как мне лучше понравится и рукава скорее всего будут нет не во всю длину а просто вот наверное вот такой длины все зависит также от пряжи у меня осталось 4 ма . цвет бишь поэтому в процессе вязания я буду смотреть что и как от пряжи зависит да тоже какой длины будут рукава но я надеюсь на мою задумку мне хватит пряжи очень надеюсь итак мои дорогие это было все об этом процессе вяжутся всего лишь два процесса об этом вы знаете первый процесс мой главный это пальто которое я вижу спицами из пряжи букле и у меня уже связан один рукав чему я очень рада я уже вам рассказывала что на вязание у меня в настоящее время не так много времени так как мой рабочий план поменялся я работаю сейчас больше и мне остается не так много времени на вязание но все равно как говорится я вот стараюсь брать дорогу вяжу немного в дороге и дома довязываю пальто конечно в таком медленном темпе но как говорится поговорка тише едешь дальше будешь вот да поэтому будет у меня сейчас роспуск перевяз но я не отчаиваюсь конечно жалко проделанную работу потерянное время но что поделаешь я хочу в итоге остаться довольной своей работой и потом носить с удовольствием да и не жалеть почему я все-таки не связала одним узором и так далее а мне все-таки будет интересно почитать ваши комментарии узнать как бы вы поступили на моем месте оставили бы вы разные детали разным узором или нет все-таки здесь полоски да это не разные цвета я понимаю что можно изделия вязать разными узорами цветом там спинка яркая перец светлый или наоборот то есть миксовать как угодно но тут все-таки у меня идут такие полоски они достаточно яркий черно-белый цвет да можно сказать и броски в глаза поэтому я решила все-таки остаться при одном узоре да ну а сейчас девочки я покажу вам вот такую картину посмотрите какая здесь картина моя мадам так сладко уснула на кровати это ее любимое место а тут я разложила свой процесс хотела вам показать насколько я уже продвинулась вчера довязала рукав одела переодела знач петли 2 рукава на спицы сегодня и немного чередую да немного вижу этот процесс если устаю от пряжи букле там нужно все-таки вязать очень внимательно глаза не не отведешь там на телевизор или куда да потому что пряжа такая что здесь очень крупные кучеряшки крупные кучеряшки и надо всегда внимательно смотреть чтобы не потерять петельки ну и как для отдыхалочки я поэтому вижу по ходу дела свой процесс крючком повернулась смотрите как она лежит смотрите ой нет она вечно так ли а вот да поэтому вяжется параллельно к этому процессу про мой процесс крючком и вот такие продвижения у меня в настоящее время хочу вас отдельно поблагодарить дорогие рукодельницы по поводу этого пальто она на самом деле мне очень нравится этот процесс я получаю от него одно наслаждение и мне хочется уже скорее закончить потому что у нас на улице уже весенняя погода можно так сказать я уже вижу что на яблони набухают почки не знаю успею я еще поносить это изделие в этом сезоне или нет все зависит от погоды но я думаю еще будут холодные денечки так как у нас все таки еще целый февраль впереди да и кто знает посмотрим если нет то ранней весной у нас еще бывает очень прохладно можно также еще поносить в этом в этом сезоне но на крайний случай это останется мне на осень и зиму вот вот так надо отдыхать девочки видите вот так повязать потом развалиться вот так на спину и отдыхать ой не могу также было очень много вопросов по поводу пряжи мне девочки писали в инстаграм также в комментариях спрашивали мария где взять пряжу где достать пряжу так как оригинальная пряжа для мастер-класса пальто а когда там предлагается от производителя пехорка буклированная пехорка она так и называется пехорка буклированная там идет в 200 грамм 220 метров по моему в общем мне как бы немножко повезло да что у хозяйки магазина обель нет воли у алены в магазине в это время продавалась как раз вот это пряжа букле я закупила 700 грамм и у меня в настоящее время вы видите да вот пальто на каком этапе у меня осталось от 200 граммовом значит вот такой целый моточек это 200 грамм и плюс вот этот вот здесь он уже полупустой в общей сложности я уже извязала так 200 туда 300 в 400 грамм у меня ушло уже на это изделие в 100 грамм у нас подождите посмотрю метра что ли он напишет у нас в 100 грамм 70 метров 91 процент кит мохер и 9 процент мерину 200 грамм вот это моточек да у меня в общей сложности значит было 700 грамм осталось у меня сейчас примерно 300 то есть 400 грамм у меня уже извязаны так что кого интересует сколько пряжу уходит на это пальто вот можете себе примерно вычислить время когда я оформила заказ я попросила алену отложить еще для меня бобинку чтобы уже ну на сто процент быть уверена что мне хватит пряжи поэтому девочки не не могу вам конкретно посоветовать аналог к пехорке буклированной но я спросила алену будет ли поставка еще такой пряжи такого артикула она сказала спросит производителя и если будет то вы это увидите конечно в магазине я оставлю ссылки внизу пожалуйста проходите смотрите и наблюдайте да и кого интересует цена и все обозначения все данные этой пряжи все стоит на сайте вот аналоги к пехорке я к сожалению вам посоветовать не могу так как у меня самой первый раз опыт с букле и до этого я еще не вязала из буклированной пряжи вот такие вот дела еще раз всех приветствую дорогие друзья дорогие рукодельницы подключилась специально лицом в камеру к вам чтобы сообщить радостную новость она у вас заключается в чем что мы блогеры снова стартуем проводить конкурс снова будет проводиться конкурс на такой позитивной волне и в этом конкурсе могут принять участие абсолютно каждый как зритель так и блогер вот конкурс стартует с 8 февраля будет длиться примерно один месяц до 8 марта плюс минус и конкурс будет проводиться на позитивной волне тема конкурса будет очень интересной я вас приглашаю сердечно и прошу чтобы вы поддержали каждого своего любимого блогера я знаю это будет нелегко потому что у зрителей есть не только один любимый блогер а их много несколько но все же девочки пожалуйста принимайте участие мы надеемся на вашу поддержку на ваше участие чтобы нам чем больше присоединяться тем будет интересней я немножко волнуюсь потому что если идет речь о каких-то конкурсах или проектах честно говорю я очень волнуюсь делать съемки начинаются путаться мысли движения и так далее но я надеюсь с вашей помощью справлюсь с вашей поддержкой поэтому будьте в ожидании кто новый зритель на моем канале если вы еще не подписаны подписывайтесь чтобы не пропустить следующее видео я буду очень рада вашей поддержке девочки поэтому оставайтесь со мной наблюдайте за другими девочками и к 8 февраля стартуют значит видео уже и вы конечно все узнаете кто участвует если вы наблюдаете за своими блогерами я думаю они также уже рассказывают об этом конкурсе и вы конечно узнаете постепенно кто очень будут участники в этом конкурсе нас 10 блогеров и я очень надеюсь что у нас будет также большая и дружная аудитория которая примет участие в этом на этом хочу попрощаться с вами мои дорогие зрители пожелать вам всего доброго много творческих идей здоровья мира и добра а мы уже увидимся в следующем включении с вами была мария всем пока пока